Это интервью дня. Я Константин Ганас. Здравствуйте. Стартовал прием заявок на участие в первом историко-патриотическом хакатоне Сибирского федерального округа. Называется он «Моя Россия». Что это за мероприятие? Почему такое странное название? Гость нашей студии – Полина Побежимова, завдекана исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета по воспитательной работе, ассистент кафедры правоведания и методики преподавания социально-экономических дисциплин, руководитель проекта – историко-патриотический «Хакатон. Моя Россия». Здравствуйте, Полина Евгеньевна. Здравствуйте. Что это такое? Что за слово? И с чем его едят? Так точно. «Хакатон» вообще, если понимать его в прямом смысле слова, то это форум IT-разработчиков. Да, несмотря на то, что я гуманитарий, но на самом деле это очень инновационная вещь. Это мероприятие, где собираются действительно IT-разработчики, ребята, которые заинтересованы в развитии цифровизации и всё, что с этим связано, и создают некие цифровые продукты. Вообще время «Хакатона» обычно бывает ограниченным. То есть, например, в рамках 48 часов людям предлагается создать какой-то цифровой продукт или потрудиться над его созданием и получить некий результат. Вот, наверное, вот так просто можно объяснить это. Ну, из всех цифровых продуктов, которые, как бы то ни было, могли бы быть связаны с историей, мне знакомы только компьютерные игры. То есть, по мотивам Первой мировой войны, Второй мировой войны и так далее. А здесь что будут делать? Здесь на самом деле очень большое поле деятельности. Поскольку «Хакатон», он отчасти образовательный, поскольку мы, педуниверситет, реализующий это мероприятие, поэтому проекты будут именно образовательные. То есть, это создание не только игр, как мы часто подразумеваем и мыслим, а это ещё создание различных образовательных платформ. Это могут быть электронные карты, это могут быть электронные пособия, это могут быть даже электронные учебники. Но мы в рамках нашего «Хакатона» подразумеваем создание ещё и неких мобильных приложений для школьников, мобильных приложений для учителей молодых, да и, собственно говоря, для всех категорий учителей. Плюс ко всему, это могут быть пособия какие-то, это могут быть сопровождающие электронные материалы, вспомогающие в рамках учебного процесса. Поэтому это не только игры, это и карты, это и учебники, это и приложения, это всё, что можно применять в рамках образовательного процесса на уроках истории в частности. Ну, наверняка, когда вы готовили это мероприятие, а оно первое получается такое, да, у нас в Сибирском федеральном округе и в Алтайском крае в частности, вы же наверняка ориентировались на те продукты, которые уже есть, которые уже создаются у нас, в том числе и в Алтайском крае. Какие вы назвали бы наиболее интересные, связанные и с историей, и с цифровизацией? Может быть, какие-то мобильные игры, где нужно пройти по Второй мировой войне, что-то там изучить, может быть, поиграть, повоевать за ту или иную сторону. Ну, имеется в виду, сторона правильная, разумеется. На самом деле, наверное, этот историко-патриотический хакатон, он и задуман для того, чтобы реализовать эти идеи, которые где-то в залежах учительских, где-то в копилочках методических. Потому что на самом деле мы столкнулись с такой проблемой, что нет чётко установленных, разработанных программ, которые бы позволяли ученику средней школы или студенту среднеспециального учебного заведения или высшего учебного заведения пользоваться ими при подготовке, например, скажем, домашнего задания. Наверное, для этого целью, собственно говоря, нашего проекта является, чтобы мы в одном месте собрали идейных вдохновителей, которые и сделают такой продукт. Потому что на самом деле сейчас очень мало, очень ограниченное количество таких продуктов. Я даже вам не могу назвать точные названия этих продуктов. Я знаю только электронные учебники, поскольку я сама окончила педуниверситет и работала с этими электронными учебниками. Это электронные карты анимированные, и это некая виртуальная реальность. И то виртуальная реальность, она разрабатывается, например, что отрадно, на базе нашего Кванториума. И ребята действительно проводят активную работу в этом отношении. А вот таких, которыми можно было бы пользоваться ежедневно, каких-то приложений или пособий электронных, их, к сожалению, нет. Ну а как тогда поступать тем, кто будет создавать мобильные приложения, если в школах, ну, по всякому случаю, информация такая проходила, мобильники через какое-то время могут быть запрещены? Да, это на самом деле проблема, но мобильники мы можем использовать, как вы их называете, да, мобильники, мы можем использовать не на уроках, и мы их не должны использовать на уроках, мы их будем использовать при подготовке домашнего задания, скажем. То есть если кто-то из участников сможет разработать какое-то приложение, которое было бы направлено на проверку и актуализацию знаний учащихся по истории, то почему бы нет? Родители смогут с помощью какого-то приложения или с помощью какого сайта проверить действительное знание учеников или своих детей. Поэтому проекты направлены на то, чтобы посмотреть идеи, которые возможно воплотить в реальность. То есть может такое случиться, что придёт просто ребёнок, скажет, а у меня есть идея, но как её воплотить, я не знаю, может, поможете? Обязательно поможем. Для этого в рамках проекта, в рамках очного этапа, который состоится с 7 по 9 ноября, мы к каждой команде, вне зависимости от того, есть у неё IT-разработчик или нет, хотя мы понимаем, что приедут школьники 10-11 класса, и по большей степени у них не будет такого специалиста, мы к ним представляем в помощь тьютера информатика. Тьютеры информатики. Ну, у нас есть, конечно, свой потенциал вузовский. Это Институт физико-математического образования. Это ребята, которые действительно профильно занимаются всеми этими технологиями, и мы их можем поставить в помощь конкретной команде для того, чтобы они помогли освоить хотя бы азы какого-либо программирования или создания какой-либо мобильной платформы. Да, вот мы говорим о приёме заявок, о том, как будут собираться команды, и какие они будут. Приём заявок, куда направлять заявку, какие команды могут принимать участие, может просто дворовая команда собраться или какого-нибудь класса, куда обращаться? Есть три категории участников данного проекта. В первую очередь, это учащиеся средних общеобразовательных учреждений, это учащиеся 10-11 классов. Вторая категория — это студенты высших профессиональных образовательных учреждений и среднеспециальных, то есть студенты СУЗов и ВУЗов. И плюс ещё одна категория — это молодые педагоги в возрасте до 30 лет. Педагоги как школьные, так и педагоги высшего образования или среднеспециального образования. Они подают свою заявку на специально разработанную платформу, то есть на сайт. У нашего проекта есть свой официальный сайт «Хакатон-2019» с привязкой к нашему ВУЗу, поскольку проект реализуется и придуман на базе Алтайского государственного педагогического университета. Туда они подают свои заявки до 10 октября. Потом у нас идёт отбор участников очного этапа, и 7-9 ноября уже состоится очный этап на базе парка «Отеля Чайка» в городе Барнауле, куда съедутся 30 команд, по 10 команд в каждой номинации, которые прошли конкурсный отбор в рамках заочного этапа. На конкурсный отбор что люди представляют? Тоже здесь есть некая градация. То есть можно представить либо только идею, которая у вас есть, грубо говоря, на бумаге, можно представить уже некий прототип вашего продукта, и можно представить уже готовый продукт, который вы хотите чем-то дополнить или расширить. А может быть, вы хотите просто приехать поучиться, например, и что-то внести новое в свой проект. Собственно говоря, по этим трем категориям можно подавать заявки. Министерство образования, каким образом здесь принимает участие? Потому что мы понимаем, что продукты должны создаваться не просто так, чтобы было, а для того, чтобы потом их куда-то внедрить, чтобы они были где-то реализованы. Какие-то планы на эту тему есть? Есть планы. Скажу даже больше. Министерство образования выступает нашей поддержкой, и проект реализуется при поддержке Министерства образования, также при поддержке Управления по связям с общественностью и Управления цифрового развития Алтайского края. Поэтому мы надеемся по итогам данного мероприятия, очного его этапа, создать электронную образовательную платформу. То есть она у нас, в принципе, уже создана. Мы туда просто загрузим готовые проекты участников наших. И все, кто пожелает воспользоваться тем или иным приложением, смогут зайти на этот сайт и его использовать в рамках своей урочной, внеурочной деятельности. Поэтому с предложением к Министерству, наверное, это будет второй этап реализации нашего проекта, когда мы предложим те проекты, которые уже будут реализованы, точнее опубликованы на нашем официальном источнике. Мы их предложим Министерству для того, чтобы была возможность распространить их на муниципалитеты. Ну что ж, это очень здорово. Большое спасибо вам, Полина Евгеньевна, за вашу работу, за интересную беседу. Надеюсь, что оценки наших школьников и студентов, благодаря в том числе и вашей работе, будут выше. А зрителям напомню. О предстоящем историко-патриотическом хакатоне Сибири рассказала Полина Побежимова, руководитель проекта и зам декана исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета по воспитательной работе. Всего вам доброго и до новых встреч.